Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моём канале Счастье у нас самих. И сегодня, как и каждый день, давайте посмотрим, что же притягивают наши мысли, наш фокус внимания. И, конечно, каким образом мы можем создать завтра, которое будет для нас, может быть, счастливее, чем сегодня. А может быть, мы завтра сможем сделать то, чего мы не могли делать до этого. Давайте же посмотрим. Первое, что я хочу сказать, терпение, 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 ещё раз терпение. Это карта умеренности. И говорит она о том, что завтра вам потребуется выдержка и терпение во многих ситуациях, которые будут происходить. По этой карте могу сказать, при правильном отношении к тому, что будет происходить вокруг вас, вы будете оставаться в балансе. Баланс имеется в виду, что у вас не будет никаких всплесков, ни негативных, ни позитивных. Вы знаете, это прекрасный день для отдыха эмоций, ещё может быть. Ну и также эта карта призывает к тому, чтобы вы не реагировали слишком эмоционально на то, что будет происходить завтра. Эмоциональное, сверхэмоциональное реагирование может завтра помешать. Простите. Давайте смотрим дальше. А вы знаете, терпение вам нужно будет по той простой причине, что у вас будет такое ощущение, что всё тянется, что всё не движется, что ответ, например, кстати, будьте готовы, может зависать компьютер, если вы, когда вы будете что-то делать. Вы будете делать определённые запросы, ответы будут приходить не так быстро, как вы этого хотели. Тут ещё идёт линия, что вы не совсем уверены в некоторых вопросах или в некоторых решениях, которые вам надо принять. Это по повешенному, это повешение, это пауза. И также повешенный говорит о том, что есть какая-то определённая неуверенность. И вот тут опять входит карта умеренность, которая говорит вам о том, что если вы в чём-то не уверены, не спешите. Если будете спешить, можете себе помешать. И опять же, когда мы спешим, очень часто мы делаем поспешные выводы, а вот поспешные выводы не всегда – это правильные выводы. Иногда да. Вот для того, чтобы открыть истинную проблему человека, когда я задаю человеку вопросы на консультации, первое, что он отвечает, потому что я всё говорю, не задумывайтесь, первое, что приходит в голову – отвечайте. Я всё это записываю. Человек даже не концентрируется на этом, а просто отвечает. И тогда мы действительно из его подсознания вытаскиваем истинную причину проблему. Но это вот в этих вопросах. Это в вопросах выявления чего-то. Это в вопросах выявления истинных причин, истинных корней. А вот здесь получается, что если вы будете спешить, но вы ещё не уверены в чём-то, вы можете принять довольно-таки неправильное решение. Вот тут действительно я бы посоветовала сделать такую же практику, как я делаю со своими клиентами, но вы садитесь, задаёте вопрос, пишите первое, что приходит в ответ на вопрос, меняете немножко вопрос и опять задаёте себе вопрос, и опять записываете. И вот тогда вы сможете проанализировать и найти правильное решение очень быстро. И вам тогда не нужна будет эта умеренность, вам не нужно будет это терпение. И именно контроль над тем, что происходит с вами в душе. Подумайте об этом. Опять же, все советы, все инструменты, которые я вам даю, они в помощь вам. Но использовать или нет, это всё равно ваш выбор. Я же вас не заставляю. Мне иногда просто, почему я говорю, это иногда просто мне пишут, вот вы говорите, а я должен, ничего вы не должны. Вам нравится именно курс, которым я вас веду, то вы смотрите, слушаете, прислушиваетесь и действительно пытаетесь использовать это в своей жизни. Мне не нравится, ну значит, вы поступаете своим путём. И опять же, я не буду сейчас говорить, вот вы не сделали. У меня иногда клиенты, которые приходят с канала, и вот, говорят, вы там сказали так, а я сделал так. Я же не буду человека упрекать в том, что он не сделал так, как я сказала. Мы просто начинаем сначала и заново искать решение задач этого человека. Поэтому, вот как-то так. Ну что, смотрим дальше. Вот я вам уже всё рассказала, а карта только подтверждает это. У меня часто получается такое, что карта идёт за моей энергией, идёт за тем, что я уже рассказывала. Будете искать ответы на вопросы, и, конечно же, вам потребуется выдержка и терпение, и всё будет не так быстро, как вы хотели. Ускорить, а зачем? Вот, если вы захотите что-то поменять, незачем ускорять. Тут не менять надо. Тут надо действительно, как иногда говорят, плыть по течению, но не безвольно. А именно, ища ответы на интересующие вас вопросы. Ища ту информацию, которая вас интересует. Даже можно это, если говорить об отношениях, привязать к отношениям, что что-то произошло в отношениях. Такое тоже может быть. И вы будете искать ответ на вопрос, почему же это произошло. Единственное предупреждение. Не ищите виноватых. Хотите решить ситуацию, садитесь и решайте её. И решите самое главное, чего хотите вы. И тогда уже, исходя из того, чего вы хотите, вы сможете найти выход из ситуации, применив ваше желание. Продолжение следует...